Это был апрель 1910 года. Как никогда раньше, продажи телескопов взлетели на небывалых высот. Ведь каждый хотел стать свидетелем уникального явления. Комета Галлея должна была пройти вблизи от Земли. Отели организовывали просмотры с верхних террас, а самые предприимчивые отправлялись в горы, чтобы увидеть комету невооруженным глазом на чистом ясном небе. Как и любая комета, ядро кометы Галлея состоит из небольших кусочков породы, множества льда, диоксида углерода, аммиака и космической пыли. Окружающее ядро кометы Ореол имеет диаметр 100 000 км. А ее хвост, состоящий из инизированных молекул газа, может достичь 100 миллионов километров. Но не все в Америке были в восторге от кометы Галлея. Многие видели в ней признаменование конца света. Их строки усилились после заявления французского астронома Камиля Фламмариона. Он обнаружил, что в хвосте кометы содержатся цианогенные газы. «Эти газы, — говорил он, — проникнут в атмосферу и, вполне возможно, уничтожат всю жизнь на Земле». Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала его апокалиптическую теорию. А многие издания подхватили предсказания, усилив катастрофические сценарии. Массовая паника росла, и люди начали скупать противогазы. На улицах предприимчивые дельцы продавали антикометные таблетки. Предусмотрительные граждане заклеивали замочные скважины, чтобы герметизировать свои убежища. Церкви, переполненные до отказа, проводили службы без остановки. В этой истории, связанной с кометой Галлея, мы видим противостояние двух авторитетов. С одной стороны, это авторитет ученого, чье мнение всегда трудно оспорить. Если ученый говорит о грядущем конце, его слова воспринимаются всерьез. С другой стороны, это авторитет Бога. Как же удивительно, что духовные лидеры, свидетели тех дней страха и тревоги не напомнили людям о том, что Библия говорит о конце света. Библия ясно утверждает, что конец не будет вызван астероидом, черной дырой или какой-либо другой природной катастрофой, а наступит с возвращением Иисуса Христа. Возвращение Христа ознаменует конец греха и смерти на земле. И те, кто ожидал его, начнут жить вечной жизнью. Страх — это не тот метод, которым Бог обращается к людям. Когда Он говорит, человек слышит тихий шепот своей совести. Комета Галлея вернется только в июле 2061 года. Но сегодня продолжает говорить наша совесть. Каждую неделю мы публикуем новое видео. Поэтому, если тебе понравилось это видео, подпишись здесь. Продолжение следует...